Всем привет! В прошлых видео мы вам рассказывали и о основах управленческого учета, и о центрах финансовой ответственности, и о трансфертных ценах. Ну что же, настало время рассказать и про самое главное, ради чего все это и затевалось. Про бюджеты! С вами канал Справочное Бюро Предпринимателя, сейчас будет и про бюджеты. Бюджет это не что иное, как финансовый план, позволяющий рассчитать прогнозируемую прибыль вашего предприятия. Ну или убытки, если не повезет. Отсюда понятна и важность бюджета. Мы запланировали какую-то деятельность, составили и утвердили бюджет и приступили к его исполнению. Работаем и параллельно контролируем исполнение бюджета на основании данных управленческого учета. Ну а дальше начинается все самое интересное. Это то, насколько наш план будет соответствовать действительности. В чем же причина расхождения и как их устранить? Либо предпринимать какие-то дополнительные действия, либо смириться с тем, что при планировании были допущены какие-то ошибки и начать корректировать бюджет. Да-да, и такое случается. Сам по себе бюджет на первый взгляд не такая уж и сложная штука. Как правило, он начинается с плана продаж. Прикидываем, сколько, чего и когда будет продано. Например, помесячно на ближайший год. Отталкиваясь от этих цифр, начинаем составлять бюджеты по центрам финансовой ответственности. Ведь на основании прогноза продаж уже можно планировать затраты на покупку сырья, материалов и комплектующих. А еще заработные платы с налогами и отчислениями, естественно. Расходы на подрядчиков, на маркетинг, на электроэнергию и так далее, и так далее. После того, как бюджеты центров финансовой ответственности определились, начинаем процесс сведения консолидированного бюджета по всему предприятию в целом. К полученной совокупной модели добавляем помесячные общефирменные и управленческие расходы. Не забываем также и про бюджет инвестиций, составленные в соответствии с планами развития компании. А также про то, какое будем закупать новое оборудование и какие будут запускаться новые проекты. А еще помним про доходы и затраты, связанные с финансовой деятельностью. Проценты по кредитам, например. После того, как все просуммировали, считаем совокупную прибыль и, конечно же, налоги. Ну вот, теперь все. Поздравляем. То, что получилось в итоге, называется бюджетом доходов и расходов, сокращенно БДР. И суть его в целом вполне понятна. Вот наш планируемый объем продаж, вот наши планируемые под эти объемы продаж затраты, вот налоги и вот сколько у нас в конечном итоге останется. Будем надеяться, что в итоге цифра останется положительной. Причем не просто положительной, а достаточно высокой, чтобы рентабельность ваших активов была на должном уровне. Но про рентабельность активов расскажем как-нибудь в другой раз. Ну что же, бюджет расходов и доходов составили, можно умывать руки. Ага, сейчас! Беда в том, что БДР формируется по методу начислений. Что это значит? Да очень просто. В рамках метода начислений считается, что если я произвел и даже частично продал товар, то в учете он у меня будет отражаться как складской запас в ценах реализации и как дебиторская задолженность моих покупателей за отгруженную им продукцию. Но ведь дебиторская задолженность это еще не деньги. Правильно, да, все именно так. И когда придет время, например, платить зарплату, я не смогу сказать своим сотрудникам следующее. Вон тот этот плохой человек, который должен нам кучу денег. Вот он. Ну или сходите на склад и наберите там все продукции в счет зарплаты. Хотя в 90-е так и случалось. Или вот вам другой пример. Для производства нужного объема товара мне нужно закупить 10 единиц материала. Но поставщик материалов 10 единиц мне не продаст. Невыгодно возить. В итоге мне придется купить целых 60 единиц товара. Целую машину. Для нужд моего производства такого количества хватит на полгода вперед. Но заплатить-то мне придется уже сейчас. А вот деньги за проданные товары я получу месяцев через 7, если не позже. В итоге получится то, что называется кассовым разрывом. Когда прибыль вроде есть, а денег на текущие затраты нет. Так что закатываем рукава и приступаем к формированию нового бюджета. Который называется БДДС. Или бюджет движения денежных средств. Из названия понятно, что этот бюджет исключительно про деньги. Но составляется он на основе прогнозируемых движений и денежных и товарных потоков. Причем от бюджета доходов и расходов он формируется не по методу начислений, а кассовым методом. А это значит, что пока деньги на счет не упали, считаем, что их нет. В отличие от БДР, который делается с помесячной разбивкой, бюджет движения денежных средств часто приходится делать по дням. Ведь ряд обязательств, выплата зарплаты, например, или налоги, имеют четкую привязку к календарю. И в нужный день я должен быть уверен, что нужные средства будут у меня на счету. Ведь если средств нет, придется использовать заемные, а их стоимость в том числе учитывать и в БДР. Помните, мы упоминали, что там фигурируют доходы и затраты, связанные с финансовой деятельностью? Вот, это как раз они и есть. Процент по кредитам, например. А еще при планировании не забываем про выходные и праздники. В России, как обычно, они бывают очень длинные. И помним, что деньги за отгруженный в конце декабря товар мы получим не раньше, чем в середине января. Ну и не забываем оставлять на расчетном счету некий минимально достаточный запас средств на всякий непредвиденный случай. Они, эти непредвиденные случаи, происходят с завидным постоянством. Именно в этом и заключается подлинное искусство финансового директора. Планировать деятельность так, чтобы с одной стороны не оказаться без средств в нужный момент, а с другой стороны следить за тем, чтобы деньги не лежали без движения, принося предприятию желанную прибыль. И для этого у финансового директора есть два основных инструмента. БДР и БДДС. Хорошо не БДСМ. Я не знаю, может у некоторых и БДСМ есть. Ну а нам остается надеяться, что по данным бюджета доходов и расходов, ваше предприятие будет иметь прибыль, а ваш бюджет движения денежных средств позволит заработать ее вам, не особо напрягаясь. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Ну и конечно, пишите комментарии под видео, мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok